всем доброе утро у кого утро и добрый вечер у кого вечер а у меня утро 10 часов утра я приехала на семейную ферму хочу здесь прогуляться ехала я 20 минут там есть где можно детям поиграть мои дети не захотели со мной пойти я решила сама пойти здесь мы уже были один раз том году а я иду именно на поле где подсолнухи я хочу посмотреть подсолнечник я на самом деле думала что там большое поле сейчас издалека посмотрела не очень и на большое там вообще-то можно вроде и собрать подсолнухи тоже собой взять я хочу тоже потолок и взять вот такой у меня воскресное утро какой-то здесь магазинчик раньше мы не заходили сюда сейчас посмотрю еще вроде платить надо здесь какие-то баночки они сами делают так что-то интересное это яйца сколько стоит 8 долларов баночку яйца здесь перепелиный наверно маленький можно попробовать это эти вот соусы так здесь пахнет хорошо вообще приятный приятный запах так чеснок 1 и 10 долларов желе из винограда 6 да 6 6 долларов почти на обратном пути думаю возьму что-нибудь попробовать кристаллы есть грибочек разные кактусы маленькие стоит это 6 долларов дали вот мне браслетик но я надевать не буду никого нету здесь я одна воскресное утро в 10 часов утра в 10 часов они открываются но уже 10-15 я тут одна время быстро проходит лето быстро проходит вон там есть детская зона дети могут прыгать играть так мне надо туда пройти а ну вот все отсюда и пройти окажется просто надо по травке идти а я искала тротуар ну потолки уже конечно начинают засыхать так мне интересно семечки на них есть что-то я не думаю что там семечки есть нет нету семян наверное еще пока это молодой подсолнух поэтому так думаю сорвала я себе вот таких пять подсолнухов но конечно это вообще нелегко надо приносить ножницы их трудно сорвать если я хочу подлише на палку ствол чтобы то надо подлиться ножницами а так невозможно просто подошла поближе к этой игровой зоне никого нету о какой красивый цветочек не с кем поиграть мне в крестики нолики вообще никого нету ух ты красиво здесь можно поиграть в шашки такие вот деревянные самодельные вот такая вот паутинка сетчатая увидела клетку думаю там кто-то живет ой точно черепашка там оказывается я думала может какой-то хомяк вот черепаха она такая темная у нее почему-то луковица лежит она наверно лук кушает на второй этаж забралась это у нее второй этаж вот какая черепашка ну-ка давай я тебя поближе посмотрю еще ты какая-то необычная я смотрю привет привет черепашка пятнистая ты лук кушаешь ну я думаю ты лук кушаешь если тебе положили лук ну все я пошла пока-пока черепашка так что еще здесь можно посмотреть мне интересно давайте я пройду где кукуруза кукуруза здесь сладкая допустим в ташкенте она вообще не сладкая она другая совершенно она соленая да я помню всегда когда покупала и солила а здесь она сладкая ее вообще нельзя солить она ух ты и смотрите какая кукуруза интересно смотрите у нее как корни практически над землей какая кукуруза длинная вот такое кукурузное поле красота ляпота так друзья знаете что я увидела тут оказывается вот подсолнухи говорят вот стрелка показывает туда и надо идти туда может быть я не там ходила может там больше поля так здесь тихо вообще сейчас я просто отошла от того места а там дорога машины да ездит шумят а здесь вообще тишина вот туда надо идти здесь вообще классно там просто дорога шумят а здесь так прям тихо спокойно такое умиротворение здесь вообще шикарные подсолнухи такие свежие а вот которые я сорвала они уже даже вянут очень красиво очень красиво так тихо такие огромные подсолнухи все такие свежие прям как солнышки солнышки они такие огромные я первый раз на таком огромном поле подсолнухов взяла себе вот такой лимонад он очень-очень вкусный натуральный сок лимона там и все теперь я отправляюсь домой на этой ферме я купила абрикосовый джем это натуральный затем взяла масло манго я не знаю что это за масло такое интересное и взяла ментоловое желе с листьями написано вот такое это было прям ментоловое желание внутри все кредит не не это ментоловое желание